Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главном. В Караганде задержали убийцу 28-летней Ирины Шевченко. Первый заместитель Акима Карагандинской области Аслабек Дюсюбаев в день профессионального праздника металлургов посетил город Жизказган. В Караганде задержали убийцу 28-летней Ирины Шевченко. Преступник признался полицейским, что силой вывез девушку в степь, где нанес ей множественные удары по голове и выбросил ее тело на мусорную свалку. 16 июля Ирина Шевченко собиралась показать автомашину потенциальному покупателю, но домой так и не вернулась. Автомашину пропавшей девушки сотрудники полиции нашли в одном из дворов только на следующий день поиска. При проведении оперативных мероприятий задержали преступника. В ходе расследования выяснилось, что о пропаже автомобиля задержанный узнал через интернет. Навстречу приехала девушка, которая показала ему свою автомашину. Зная, что денег у него в наличии нет, задержанный убеждал девушку предоставить ему рассрочку. Однако, не получив однозначного ответа, решил расправиться с владелицей автомашины. Тело девушки он перенес на ближайшую свалку. С целью сокрытия следов преступление убийца оставил иномарку во дворе одного из домов в Михайловке, а ключи от нее выбросил. Николай Кровец, Арман Нартаев, Первый, Крагандинский. Если социально-экономическое состояние в районах хромает, значит там не работают руководители. А зачем нам держать на госслужбе таких? Население должно быть заинтересовано в развитии своего города или села и жаловаться на чиновников вовремя. Такое жесткое замечание сделал глава региона на совещании в областном Акимате. Сегодня работники госструктуры отчитались о состоянии экономики моногородов и имеющихся там проблемах. С начала текущего года действуют единые программы развития регионов до 2020 года. Около 15 миллиардов тенге пойдет на развитие регионов, в том числе моногородов. Это ремонт дорог, домов после паводков, микрокредитование малого и среднего бизнеса с открытием новых рабочих мест и поддержка молодых специалистов по программе с дипломом в село. В текущем году подъемные получат около 300 выпускников, начинающие карьеру в аулах. Но есть одно «но». Для того, чтобы получить деньги, специалист должен предоставить справку из иммиграционной службы о предыдущем месте прописки. Но последние такую бумагу не выдают. В связи с чем молодой специалист может остаться без обещанных денег. Эту проблему на совещании подняла руководитель управления экономики и финансов Ольга Чернявская. Аким области дала указание заняться этим вопросом и решить его в скором времени. В текущем году на развитие моногородов планируется направить 5 млрд 58,4 млн тенге. В том числе на развитие предпринимательства 562 млн тенге. Социально-инженерные инфраструктуры 4 млрд 496,4 млн тенге. В Тимиртау появится около 170 новых рабочих мест. Два предприятия начнут свою деятельность уже в этом году. Будут выпускать газоблоки и кирпичи. В сегодняшний день в моногородах имеется 14 якорных проектов на общую сумму 23 млрд тенге с созданием 1336 рабочих мест. Из них на 2015 год запланировано, как было уже предыдущим докладчиком озвучено, два проекта. Это два проекта города Тимиртау на общую сумму 3,4 млрд тенге. Аким области Нурмухамбет Абдебеков дал поручение поддержать казахстанское содержание, а точнее карагандинское. Почему бы на новые стройки и предприятия не привлекать именно наших граждан, а не нанимать подрядчиков из других областей или городов? Это в первую очередь новые рабочие места, а также рост экономики. Решить вопрос с Министерством внутренних дел по выдаче справок о предыдущем месте работы прописки из миграционной службы гражданам, участникам программы с дипломом в село. Вести постоянный анализ программы развития регионов ежемесячно. К 10 числу предоставлять служебную записку о ходе реализации программы. Кроме того, Аким области поручил ускорить строительство домов в микрорайоне Шапогат, сдать их уже в третьем квартале этого года. Такие же поручения получили и Акима Шахтинска Асакаровского района. Аймам Ринол Жаскабасов Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асалбек Дюсибаев в день профессионального праздника металлургов посетил город Жисказган. Здесь лучшим работникам корпорации «Казахмыс» вручили грамоты и благодарственные письма. В день металлургов первый заместитель Акима Карагандинской области Асалбек Дюсибаев посетил город Жисказган, где провел областное селекторное совещание по социально-экономическому развитию и экономическому росту по итогам первого полугодия. Заместитель Акима области принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику академика Каныш Сатпаева, ведь профессия металлургов всегда считалась делом сильных и трудолюбивых, стойких духом людей. Без вашего труда невозможно представить себе жизнь и работу многих и многих отраслей. Особенно значительна роль металлургической промышленности в решении задач, поставленных президентом нашей страны по форсированному индустриально-инновационному развитию. Свой весомый вклад в общее дело вносите и вы, работники корпорации «Казахмыс». Сегодня «Казахмыс» – это предприятие, которое занимает высокие позиции не только в нашей стране, но и на мировой арене. Далее состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Металлургов, на котором Асалбек Дусибаев поздравил работников металлургической отрасли с их профессиональным праздником и вручил от имени Акима области почётные грамоты и благодарственные письма. «Казахмыс» «Уплавили печей, во все времена трудились мастера, профессионалы, преданные своему делу люди». В конце праздника лучшие творческие танцевальные коллективы показали концертную программу. Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Прильвёмся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надёжный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Третье воскресенье июля металлурги отметили профессиональный праздник. В этом году торжественное празднование состоялось в музее первого президента в городе Тимиртау. Акимобласти Нурмухамбет Абдибеков поздравил отличников этой сферы и вручил им благодарственные письма. Для металлурга Утена Жендетова этот год оказался очень плодотворным. Сегодня его труды были оценены по достоинству. Он получил медаль «Трудовая слава». Отдав любимому делу 40 лет, металлург ни разу не пожалел. Для того, чтобы стать лучшим в своём деле, нужно неустанно трудиться и отдавать делу всего себя, признаётся мужчина. Поздравляю всех металлургов с профессиональным праздником. Желаю всем терпения и упорства. Сегодня я очень рад получить медаль из рук Акимобласти. Для меня большая честь. Поздравить металлургов с профессиональным праздником приехал Акимобласти Нурмухамбет Абдибеков. Он отметил, что металлургический комбинат, в котором когда-то начинал свой трудовой путь наш президент, очень важный объект для Карагандинской области. «Всем работников комбината за преданность своему делу, высокий профессионализм, за вклад в развитие чёрной металлургии Казахстана. Ещё раз разрешите сердечно поздравить вас с праздником Днём Металлурга. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов на благо просветания нашей страны». В этом году работники металлургического комбината отмечают двойной праздник. Профессиональный совпадает с юбилеем комбината. Ему в этом году 55 лет. Отличники производства получили медали. Поздравления сменились с праздничной программой. Люди, которые сдают квартиру в аренду, должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и платить налоги. Департамент государственных доходов совместно с участковыми и председателями КСК начали проверку жилых домов. За текущий год их силами в бюджет области поступило около 3 миллионов тенге. Но наши граждане по-прежнему пытаются скрывать свои дополнительные доходы. В связи с этим специалисты департамента предупреждают о чреватости таких сокрытий. Квартирный бизнес на сегодняшний день один из самых прибыльных. Сдача жилья в аренду приносит многим дополнительный заработок. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры около 60 тысяч тенге в месяц. Но владельцы квадратных метров не спешат регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, говорит главный специалист департамента по государственным доходам Сапарбек Кашкомбеков. 10% от выручки не такая уж и большая сумма, поэтому лучше заплатить их и спать с чистой совестью. Нами совместно с департаментом внутренних дел разработан совместный план, согласно которого сотрудники внутренних дел, то есть участковые и полицейские совместно с КСК предоставляют нам сведения о налогоплательщиках, которые, по их данным, представляют квартиру в наем. Эти сведения проверяются, направляются письма налогоплательщикам. Скрывают свой незаконный бизнес люди по-разному, но в основном называют своих квартирантов родственниками. К тому же квартиросъемщикам нужно помнить о правилах безопасности, ведь нередко сдают жилье не сами хозяева, а такие же квартиранты, как и вы. Случаи с такими аферами, к сожалению, нередки. Снял квартиру, через полчаса приходит хозяин и говорит, а ты что здесь делаешь? А эту квартиру, оказывается, пересдали ему и его выкидывают. Денег, естественно, нет, ничего нет, контакты потерялись. Сделать это очень легко, то есть попросить того, кто сдает квартиру, сходить в цон и принести справку о зарегистрированных правах и обременениях. По-другому она называется кадастровая справка. Еще лучше сразу же заключить с владельцем письменный договор аренды. В этом случае каждая сторона обезопасит себя от лишних претензий друг к другу. А в случае выявления владельцев квартир, намеренно скрывающих свои предпринимательские намерения, Департамент по государственным доходам предупреждает об административной ответственности, которая им грозит. Согласно 207 статье, хозяин жилья может заработать штраф в десятикратном размере от суммы налога. Предстоящий новый учебный год волнует не только родителей, но и чиновников от образования. На сегодняшний день сумма недофинансирования на приобретение учебников и учебно-методического комплекса в республике составляет 1 миллиард 746 миллионов тенге. В Караганде недофинансирование составляет 22 миллиона тенге. Министерство образования и науки Республики Казахстан провело в Караганде совещание по решению вопросов с обеспечением учебниками. Почему возникли проблемы и как их решить, узнавал наш корреспондент. На оперативное совещание прибыли заместители Акимов области, городов и районов, представители отделов образования. О возникшем дефиците средств в городе доложил руководитель управления образования области Асхат Аймагамбетов. Планировалось 100% обеспечить учебниками МНК учащихся в первых, пятых и одиннадцатых классах. То есть, согласно новому графику, который был утвержден в Министерство образования 17 октября 2014 года, было принято решение, что в 2015-2016 учебном году внедряются учебники также 4-го, 6-го классов и по английскому языку для 3-го класса, и по информатике для 7-го класса. Бюджет планировался на определенный объем, а он увеличился чуть ли не вдвое. Это и застало врасплох исполнительные органы. Надо сказать, что в Караганде ситуация не так уж и плоха. Для обеспечения школьников учебниками и учебно-методическими пособиями областным отделом образования выделено 583 миллиона тенге, что почти на 150 миллионов больше, чем в прошлом году. Но именно для Караганды и не хватило 22 миллионов. На сегодняшний день у нас образовалась экономия 11 миллионов тенге. Эти 11 миллионов тенге мы направили на приобретение учебника. И сегодня недофинансирование у нас составляет порядка 10,5 миллионов тенге. На сегодняшний день во всех районах и городах области изысканы средства. Карагандинские педагоги придумали систему, при которой можно экономить расходы на учебники, и которая поможет эффективнее реализовывать республиканскую программу учебник. Просто необходима единая автоматизированная база данных всех школьных библиотек области, с помощью которой можно будет отслеживать дефицит или профицит учебников и помогать школам в их обмене. Уже найдено почти 40 тысяч штук обменного фонда. Последние 10 лет у нас в городе наблюдается стабильная динамика по обеспечению учебников. Местные власти на 100% обеспечивают заявку в отдел образования. В этом году у нас выделено беспрецедентно 32 миллиона тенге. 100% мы обеспечиваем всех наших детей и родителей. Доставка по нашему региону уже составляет 88,3%. Обеспечение учебниками школьников – это довольно сложный и длительный процесс. Начинается он с того, что каждые 4 года происходит цикл фондирования, когда выделяются средства на обновление ряда учебников. Затем идет процесс печатания, доставки. Все замыкается на местную исполнительную власть. На сегодня в Караганде задействованы 10 транспортных предприятий, которые занимаются доставкой новых учебников. Риски небольшие остались, но я думаю, что в Караганде должно быть все нормально с обеспечением учебников. Тем более, какие-то новые новшества вносятся, сейчас мы узнали. Это информационная система учебников, которая позволяет в автоматическом режиме отслеживать перемещение книжного фонда между районами, между областями, выявление дефицита или профицита учебников для того, чтобы вовремя переспределять их. Вот это то, что у них хватало. С 3 по 30 августа в республике объявлена акция «Школьный учебник». Она разделена на три фазы. Первая – проверяются фонды библиотек и их готовность к выдаче учебников. Вторая – она начнется с 8-10 августа, когда планируется раздача в школьных библиотеках учебников. Третья фаза направлена на общественность и меценатов. Каждый учебник должен продолжить свою работу в школах, а не пылиться на полках. Бесплатные учебники будут получать школьники не всех классов. В Карагандинске порядка 583 миллиона тенге выдано на новые учебники, которые должны быть бесплатно выданы 4, 5, 6, 11 классов. Родителям, несмотря на отпускной период, надо загодя начать заводиться о приобретении учебников и пособий, чтобы новый учебный год прошел для их детей без волнений. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Осторожно, вода! В нашей области участились случаи заражения менингитом при купании на водоемах, бассейнах и фонтанах. С начала купального сезона заболели 19 человек. Большая часть из них в юле. На контроле санитарных врачей около 20 водоемов, в том числе Тимиртауский и Каркаралинский. Забить тревогу врачей заставил количество заболевших отследить, где именно заразились те или иные пациенты, очень трудно. Поэтому сегодня специалисты Департамента по защите прав потребителей, в котором объединились контролирующие ситуацию чиновники, решили провести профилактическую беседу с владельцами водоемов, бань, сауны и других мест, где купаются люди. С началом жаркого периода начинается сезон регистрации инфекционных заболеваний, которые передаются именно посредством воды. Циррозный менингит – инфекционное заболевание. Основным симптомом является головная боль, вялость, резкое ухудшение физического состояния, высокая температура. Заразиться этим недугом могут как дети, так и взрослые. Напомним, в прошлом году рост заболеваемости достиг высоких показателей именно летом. Этот год не стал исключением, поэтому специалисты эпидемиологической службы Департамента по защите прав потребителей забили тревогу. Хочется обратиться к родителям, хочется обратиться ко взрослому населению, дети которых беспризорно купаются в этих фонтанах. Наши многие объекты сейчас не входят в плановый контроль. В связи с введением моратория на плановые проверки, бассейны у нас от этой водоемы не подлежат плановому контролю. Нет контроля, а значит нет и должной чистоты. Вода не проверяется, а значит в ней может быть все что угодно. Специалисты Департамента по защите прав потребителей предупреждают, кроме менингита можно заразиться холерой, брюшным тифом, дизентерией и еще букетом всяких болячек. Поэтому работники эпидемнадзора призывают находясь на отдыхе, соблюдать правила личной гигиены и в лучшем случае отказаться от купания в сомнительных источниках. Аймамрина Айденжакан Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Карагандинцев обяжут установить общедомовые приборы учета электроэнергии. Теперь за свет придется платить больше, чем обычно. Показания счетчика будут делиться на всех владельцев квартир. К тому же приобрести его придется также самим жильцам. Эту меру работники Караганды Жарык называют вынужденной. По их словам, бороться с потерями электричества, а это хищение и обслуживание придомовых и подъездных фонарей, освещение просто невозможно. Совсем недавно жители улицы Якобостутская столкнулись с неожиданным для всех отключением электроэнергии. Жители шести домов сидели без электричества неделю. Таким образом, Караганды Жарык хотела обязать людей установить общедомовые приборы учета, стоимость которых около 30 тысяч тенге. В результате темного террора владельцы квартир пошумели, поскандалили, но все-таки счетчики установили. Такая участь может постигнуть и другие части города, предупреждает начальник юридического отдела компании Караганды Жарык Алексей Хижняк. На сегодняшний день ТО Караганды Жарык не планирует пока отключение жилых домов. Но мы ведем разъединительную работу, что ввиду того, что электрическая энергия является товаром, а расчеты за товар необходимо производить по показаниям приборов учета, установленной границей баланса принадлежности сети, мы пройдем работу, чтобы люди все устанавливали приборы учета. И в завершении выпуска еще об одном. Карагандинский шахтер победил октябинскую команду со счетом 1-0. Матч 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги состоялся 19 июля. Победный гол оказался на счету атакующего Сергея Ветрова. Главный тренер наших футболистов Игорь Захаряк считает свою победу результатом усиленных тренировок и выдержки спортсменов. Встреча, состоявшаяся на центральном стадионе имени Кобланды Батыра в Актобе, завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. Автором единственного мяча, забитого на 86-й минуте, стал форвард шахтера Сергей Ветров. После поражения футболисты Актобе переместились с первой строчки на вторую. В результате игры шахтер набрал 15 баллов и наконец-то ушел с последнего места в турнирной таблице. Игра, как мы и ожидали, была сверхнадруженная. Наверное, можно сказать, что с обойденными шансами на успех. Мы постарались, в принципе, выдержать этот балл на игру, так как мы не были. Думаю, что это одна из составляющих успехов. Следующий матч футбольного клуба «Шахтер» состоится 25 июля с командой из «Тараза». Аймамрина Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Аманс Волгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова